Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет презентацию «Сражаюсь, верую, люблю» к юбилею Эдуарда Осадова. Эдуард Осадов – человек удивительной судьбы. Едва ли найдется в нашей стране человек, который не знал бы имени Эдуарда Осадова и не читал бы его стихов. Миллионы читателей переписывают его стихи от руки, заучивают наизусть и бережно хранят в своем сердце. Осадов – поэт, которого любят люди всех возрастов и профессий. На большая любовь и уважение не приходят сами собой. Всеобщее признание требует больших дел. Самое трудное для страны время Эдуард Осадов заслонил ее грудью, совершил удивительный подвиг во имя счастья и будущего. Все потерять, а затем найти в себе силы и мужество для того, чтобы начать все с нуля и приходить на выручку в беде и помогать другим, горячо жить и бороться с ленью, злом и пошлостью. Девизом его жизни были слова «Сражаюсь, верую и люблю». Эдуард Аркадьевич Осадов родился 7 сентября 1923 года в городе Мары, Туркмении, в армянской семье. Родители будущего поэта Лидия Ивановна и Аркадий Григорьевич были школьными учителями. После смерти отца семья переехала в Свердловск, ныне Екатеринбург, к дедушке Ивану Калустовичу Курдову. Мать стала работать учительницей, а сын пошел в первый класс. Глубина и неординарность мышления дедушки оказали огромное влияние на формирование духовного мира внука. Иван Калустович прививал Эдуарду веру в совесть, доброту и горячую любовь к людям. Иван Калустович Курдов был секретарем Николая Гавриловича Чернышевского, великого революционера, демократа и писателя. Он считал его своим великим учителем и всю жизнь помнил его слова о том, что человек может устать от всего и лишь от трех вещей уставать он никогда не имеет права. От постоянного поиска истины, от твердости и силы духа и от борьбы за свободу и счастье своего народа. Наказ этот Иван Калустович Курдов пронес через всю жизнь и этому учил своего внука. Подвиги не бывают случайными, а мужество не приходит само собой. Характер человека формируется жизнью. В одиннадцать лет Эдик Асадов бросился в ледяную воду, чтобы спасти щенка, которого мальчишки посадили в дырявый таз и отправили плыть по реке. В одиннадцать лет, рискуя собой, броситься в ледяную воду, чтобы спасти чью-то жизнь, пусть даже щенячью, Это славный поступок, на который способен подчас не каждый взрослый. А поступок – это кирпичик, формирующий характер. В конечном счете правда всегда побеждает. Эти слова своего деда Эдик Асадов помнил всегда. И тогда, когда дрался, защищая своего друга от знаменитого непобедимого хулигана во дворе. И тогда, когда решил в пионерском лагере доказать всем, и в первую очередь себе самому, что он храбрый, и ради этого прошел по узенькому выступу вокруг скалы над бездной. И тогда, когда искал в горящем лесу своего товарища Ваську, в то время, как все остальные ребята испугались и убежали домой. Детство поэта связано с Уралом. Уходя в турпоходы или навещая родных, мальчик побывал в разных уголках этого края. Он навсегда полюбил строгую и даже немного суровую красоту уральской природы и под статьей немногословных, трудолюбивых и простодушно-сердечных жителей городов и сел. Все эти светлые и яркие впечатления найдут последствия отражения во многих стихах и поэмах Асадова. «Лесная река», «Свидание с детством», «Поэма о первой нежности» и многих других. Стихотворение «Свидание с детством». Не то я задумчивей стал с годами, не то где-то в сердце живет печаль, но только все чаще и чаще ночами мне видится в дымке лесная даль. Вижу я озеро с сонной ряской, белоголовых кувшинок дым. Край мой застенчивый, край уральский, край, что не схож ни с каким иным. Словно из яшмы глаза морожки глядят озорно за слонясь листком. Красиво морожка, словно матрешка, зеленым схвачена пояском. И в остром волнении, как в тумане, иду я мысленно прямиком, сквозь пегий кустарник и бурелом, к одной неприметной лесной поляне. «Иду, будто в давнее забытье, раздрогано, тихо и чуть не смело, туда, где стоит на пеньке замшелом, детство веснущатое мое». Десятый класс Эдуард заканчивал в Москве, куда перевели на работу его маму. Учась в школе, он продолжает писать стихи и выступает на школьных вечерах. На весну 1941 года пришлись выпускные экзамены. И никто, конечно же, не знал, что ровно через неделю начнется война. Все для Сергея пело и смеялось. Деревья, птицы, ширь, голубизна. И вдруг, как бомба, слово разорвалось. Короткая и страшная война. А солнце так же весело сияло, но тень тревог упала на людей. С бульвара няньки повели детей, старушка у ворот запричитала. Потом мужчины с узелками шли. Все стали вдруг подтянуты и строги. Немирные военные дороги на запад от столицы пролегли. Вчера был горизонт широким, чистым. Но враг пришел, топча поля, сады. И в то же утро встали коммунисты в железные военные ряды. Кто следом шел в отряды добровольцев. Кто понял всю нависшую беду? Бойцы идут. Их имя – комсомольцы. Сергей, ты с нами? Ты идешь? Иду! Все изменила грозная минута. Все потекло по-новому теперь. Так и не тронув двери института, Сергей толкнул райкомовскую дверь. Тысячи комсомольцев откликнулись на призыв. Комсомольцы на фронт! И среди самых первых был Эдуард Осадов. Ему было тогда 17 лет. Вчерашний школьник стал наводчиком грозного орудия. А в 1943 году, став офицером, уже командовал батареей. И сколько бы нервов и сил не забирала война, поэзия была его счастьем и мукой, отдыхом и трудом. И на войне он продолжает писать стихи, вспоминая дом, маму, любимую девушку. Стихотворение «Письмо с фронта». Мама, тебе эти строки пишу я. Тебе посылаю, сыновни, привет. Тебя вспоминаю, такую родную, такую хорошую, слов даже нет. Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку. Немного лентяя и вечно не в срок, бегущего утром с портфелем под мышкой. Свистя беззаботно на первый урок. Мы были беспечными, глупыми были. Мы все, что имели, не очень ценили. А поняли, может, лишь тут, на войне, приятели, книжки, московские споры. Все сказка, все в дымке, как снежные горы. Пусть так. Возвратимся, оценим вдвойне. Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, застыли орудия, как стадо слонов. И где-то по-мирному, в гуще лесов, как в детстве мне слышится, голос кукушки. За жизнь, за тебя, за родные края иду я навстречу свинцовому ветру. И пусть между нами сейчас километры, ты здесь, ты со мною, родная моя. В боях за освобождение Севастополя в ночь с 3 на 4 мая 1944 года, проявив редкую храбрость, гвардей-лейтенант Осадов был тяжело ранен и потерял зрение. Жизнь словно бы рухнула, погасла, оборвалась. Не хотелось верить, что он больше никогда не увидит зелень. Золотой листопад в роще. Не сможет рассмотреть птицу, голос которой слышит. Не увидит лица родных, друзей. Вся жизнь разделилась на две половины. Яркую, радостную, многоцветную, ликующую и темную, пугающую чернотой и безысходностью. По воспоминаниям самого Осадова спасла его любовь женщин. Оказалось, что его стихи широко известны за пределами военной части. Они расходились в списках, и эти переписанные от руки листочки читали люди, девушки, женщины, мужчины и старики. Именно в госпитале поэт выяснил, что он знаменит, что у него множество поклонниц. Девушки регулярно навещали своего кумира, и как минимум шесть из них были готовы выйти замуж за поэта-героя. Перед одной из них Осадов устоять не смог. Это была Ирина Викторовна, артистка детского театра. Она и стала первой женой поэта. Но, к сожалению, брак не был долговечным. Любовь, которую Ирина, казалось, испытывала к поэту, оказалась увлечением, и пара вскоре рассталась. Что было потом? Потом жизнь, деятельная и кипучая. Поэт закончил литературный институт имени Максима Горького. Он много ездил по стране, встречался с читателями и писал новые книги. Да, поэзия Осадова сражается. Но любое сражение, любая вера потеряли бы всякий смысл без самого главного, без любви. И вот ради этого чувства жил и трудился поэт Эдуард Осадов. А начиналась эта любовь с высоких и светлых чувств к тому, что ближе, важней и дороже всего к родине. Подобных стихов у поэта не очень много, ведь о самом главном, о самом святом не очень-то принято говорить вслух. Стихотворение «Родине». Как жаль мне, что гордые наши слова, держава, родина и отчизна, порою затерты, звенят едва в простом словаре повседневной жизни. Я этой болтливостью не грешил, шагая по жизни путем солдата Я просто с рождения тебя любил Застенчиво, тихо и даже свято. Пусть редко стихи о тебе пишу И не треплю о тебе в газете Я каждым дыханием тебе служу И каждой строчкой тебе служу Иначе зачем бы и жил на свете. Тема любви к родине неразрывно связана у Эдуарда Асадова с темой войны. Поэт считал, что о ней должны помнить все поколения людей, от школьников до убеленных сединами ветеранов. Стих Турение День Победы И в огнях салюта будто гром Запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибали десять человек. Как понять и как осмыслить это десять крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света и живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хата, где-то сад, река, знакомый смех, мать, жена, а если не женатый, то девчонка, лучшая из всех. На восьми фронтах моей отчизны уносил войны водоворот каждую минуту десять жизней. Значит, каждый час уже шестьсот. И шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрят с верой и любовью вслед вам те, кто жил во имя вас. Со стихами о родине теснейшим образом связаны стихи о природе. Невозможно, любя природу, не любить все живое на земле. Есть в творчестве Осадова один совершенно уникальный цикл стихов, о наших четвероногих и крылатых друзьях. После Сергея Есенина ни один поэт в нашей литературе не мог бы похвастать таким удивительным циклом. Многие из стихов о животных своеобразный гимн преданности, верности, благородству и красоте. И все они вместе, и каждая в отдельности это любовь, восхищение, гнев и страстный призыв беречь все живое на земле. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. Прощай, брат, хоть жаль мне, не скрою, но все же тебя я покину. Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза с почти человечей тоскою. Старик у вокзального входа сказал, что, оставлен, бедняга? Эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга. Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте, как бык потоптался и ринулся не погать ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то по шпалам из сил выбиваясь за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова. В кровь лапы о камне разбиты, что выпрыгнуть сердце готово наружу из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело. И стукнувшись лбом о перила собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги Старик, ты не знаешь природы, ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы. Когда в стихотворениях поэт произносит «люблю», ему можно верить. Личная жизнь Эдуарда Осадова сложилась далеко не безоблачно. Он столкнулся с подлостью, предательством и непониманием. Но вот после горьких разочарований 29 августа 1961 года произошла встреча с артисткой Москонцерта Галиной Валентиновной Разумовской на выступлении во Дворце культуры МГУ. И пришла настоящая любовь. Эдуард Аркадьевич вел очень активную концертно-гастрольную деятельность. Концертмейстером и музой поэта была его жена Галина Валентиновна. Целый цикл стихов о любви посвящен Галине Разумовской, такие как «Сердечный сонет», «Соловьиный закат», «Стихи о тебе» и многие другие. «Я тебе посвящаю столько стихов, что вокруг тебя вечно смеется лето. Я тебя вынимаю из всех грехов и сажаю на трон доброты и света». Говорят, что без минусов нет людей. Ну так что ж, это я превосходно знаю. Недостатки я мысленно отсекаю, оставляя лишь плюсы души твоей. Впрочем, только лишь плюсы души одной, а весь образ стоящий одни блаженства. Коль творить тебя с радостью и душой, то выходит действительно совершенство. Я, как скульптор, из песен тебя леплю, и чем дольше, тем больше тебя люблю. Доброта. Если друг твой в словесном споре мог обиду тебе нанести, это горько, но это не горе, ты потом ему все же прости. В жизни всякое может случиться, и коль дружба у вас крепка, из-за глупого пустяка ты не дай ей зазря разбиться. Если ты с любимой в ссоре, а тоска по ней горяча, это тоже еще не горе, не спеши, не руби с плеча. Пусть не ты явился причиной той размолвки и резких слов, встань над ссорою, будь мужчиной, это все же твоя любовь. В жизни всякое может случиться, и коль ваша любовь крепка, из-за глупого пустяка ты не должен ей дать разбиться. И чтоб после себя не корить в том, что сделал кому-то больно, лучше добрым на свете быть, зло вам мире и так довольна. Но в одном лишь не отступай, на разрыв иди, на разлуку, только подлости не прощай, и предательства не прощай, никому нелюбимой. не другу. Стихи Эдуарда Осадова полюбились в городах и селах. Часто из-за нехватки книг их переписывали в заветные тетрадки. Их читали, заучивали наизусть, потому что говорил автор о том, что было близко и знакомо юному поколению, о добре и зле, верности и предательстве, об искренности и фальше в человеческих отношениях. У любви не бывает разлук, у любви есть одни только встречи. До смешного счастливые речи и ни лжи, ни тем более мук. Как же так, скажут мне, где любовь, там всегда и обиды, и споры, бесконечные ревности, ссоры, примирения и ревности вновь. Но давайте подумаем здраво. Там то счастье, то лесть, то месть, бесконечных эмоций лава, только если уверенность права в том, что это любовь и есть. При любви ведь не жгут корабли, и разлука в любви не считается. Даже если сердца друг от друга вдали, встреча все-таки продолжается. Ну, так скажем же вновь и вновь при любви все обиды мнимы, ибо там, где живет любовь, все преграды преодолимы. Новое произведение поэт наговаривал на диктофон, а затем сам набирал на машинке вслепую, после чего их редактировала супруга. Писатель любил творчество Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Жена часами читала ему стихи. В музыке Осадов предпочитал классику и цыганские песни. Из певцов ему нравился Александр Вертинский. У литератора постоянно работало радио, было много пластинок, а вот телевизора в доме незрячего поэта не было. Супруга Людмила из солидарности решила не покупать. Помня, как ему самому помогла поддержка Чуковского, Эдуард Аркадьевич поддерживал молодых авторов, давал им советы. Умер Эдуард Аркадьевич 21 апреля 2004 года. Поэт похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. Своё сердце Осадов завещал захоронить в Сапун-горе в Севастополе. Это завещание не было выполнено, потому что родственники поэта были против. Спасибо за внимание. Если вы заинтересовались данной темой, предлагаем рекомендательный список литературы. Продолжение следует...